Знаменитому конструкторскому бюро Московского энергетического института 65 Таков же диаметр основного зеркала радиотелескопа в Медвежьих озерах Главного детища конструкторов Здесь, под Москвой, самая прямая связь космоса с Землей На эти антенны круглые сутки поступает вся телеметрическая информация с орбитальных спутников и МКС Напряжение в солнечных батареях, температура, давление Для успешной работы в космосе все параметры должны быть в норме Если, не дай бог, что-то случится на борту, например, начинает падать напряжение на батарее Или возникает большой ток на какой-то аппаратуре Это передается на Землю, антенны принимаются И уже принимается решение, какие приборы надо выключить, какие приборы надо включить Или что-то надо перезагрузить для того, чтобы космический аппарат снова пришел в норму Это уже полноценный комплекс управления Он может управлять космическим аппаратом, передавать на него команды Принимать обратные квитанции, принимать телеметрическую информацию И специальную информацию от космического аппарата, находящегося на дальних и сверхдальних расстояниях Огромная антенна радиотелескопа рядом с Москвой была построена под венерианскую миссию В 1983 году к утренней звезде отправились автоматические научные станции Венера-15 и Венера-16 Связь с ними и поддерживал радиотелескоп в Медвежьих озерах На его антенну поступало изображение Венеры, информация о комете Галлея и спутниках Марса Сюда же поступали первые сигналы с другого радиотелескопа, радиоастрона, который уже год трудится на орбите Однако сначала сигнал с аппаратом был потерян Но специалисты центра были готовы к любой нештатной ситуации Центр управления полетом говорят, что ребята, там они потеряли сигнал Ребята, поищите, где Ну знают, квадрат поиска известен Характерический сигнал известен, нашли От наземных комплексов разработки конструкторского бюро МЭИ отправились и на орбиту Перед этим надо было решить, как минимизировать антенну, чтобы разместить ее под обтекателем космического аппарата Для этого специалисты КБ одними из первых придумали конструкции-трансформеры Все антенные комплексы, созданные в конструкторском бюро МЭИ, уже много лет успешно работают на Земле и в космосе Сегодня задачи усложняются, а вместе с ними совершенствуется и аппаратура, благодаря которой земляне получают возможность заглянуть в дальний космос Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok